Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Семьи Колесниковых. Очередной влог, Светочка с Дариной поели. Ну как обычно, и Света нам решила об этом, конечно же, сообщить. А затем, а зачем, так, затем Дарина зачем-то начала считать конфеты. В общем, знаете, глядя на все это действие, я так поняла, что большая основная, так скажем, часть конфет будет благополучно сожрана родителями, а также мелкой. Ну любят они это дело, любят они конфетки и все вкусненькое. Я забыла вчера, обозревая колес, рассказывая про их вот этот вот стрим, да, про то, какое у них отношение, что они не собираются сбрасываться и давать деньги Виталине на подарок. Я забыла сказать, какой смысл кому-то из сердобольных родителей оплачивать подарок вот этот вот новогодний сладости Виталине. Если эти конфеты Виталина в любом случае притащит домой, а родители будут благополучно жрать эти конфеты, и вот, знаете, они им даже поперек горла не встанут, будут жрать и смеяться, возможно, над теми людьми, которые заплатили, скажут, ааа, лохи самые настоящие, мало того, что за своего ребенка заплатили, так еще и за нас заплатили, а мы сидим теперь и бесплатно все это дело трескаем на халяву. Вот какой смысл? Тем более, еще раз хочу сделать акцент на том, что они не являются нуждающимися. Одно дело помочь действительно тем, у кого вообще нет денег, а другое дело, простите, платить за ребенка, чьи родители не работают, имея шестеро детей, но при всем при этом имеют возможность как раз-таки, друзья мои, благополучно платить ипотеку. Все у них замечательно, все у них хорошо. Ну а Светка возмущается, что ей зрители накидали в очередной раз, почему же она ходит без маски? Света уверяет, что это не так. Мол, в магазин, в поликлинику и так далее, я всегда в маске. Не тренди. Не тренди, как говорится. Надеваете вы маски только на кассе. И то после того, как вам 10 раз скажут об этом, что вы обязаны находиться на кассе в маске, и вы устраиваете там самое настоящее представление. А здесь что случилось? Здесь просто когда жареный петух, как говорится, в жопу клюнул, сразу же вспомнили они и про ковид, и про маски. Хотя нет, пардон, пардон, муа, как говорится. Простите, дорогие товарищи меня, это у нас с вами маски, а у них намордники. Он же кричал, это намордники, намордники. Меня еще тогда возмущала эта ситуация. Говорю, ах ты сволочь такой, да? Люди, рискуя своей жизнью, работают, да? Те же продавцы, те же медики как раз таки, да? Продавцы, между прочим, тоже, они с кем только не общаются, они вынуждены, да, обслуживать покупателя. Ничто же не знает, кто там перед ними стоит. Те же медики, которые вообще, как говорится, все это дело пропускают абсолютно через себя. Люди вынуждены париться в этих масках, да? А он считает, что это стадо, и у них намордники. Нет, намордники как раз таки теперь у вас. И стадо – это действительно вы. А мы люди, и у нас маски. Как-то так. Да, кстати, у Светки, друзья мои, потекло. Протекло или она потекла. В общем, Светка как скажет, как говорится, как воду, сами знаете, что. Оказывается, проблема у нее с сапогами. Показывает она ботинки такие, знаете, чисто мужские ботинки. И говорит, все, пять лет оттаскала, пришло время, мол, типа их менять. Ну-ну, Свет, держи, как говорится, карман шире, будешь ждать еще пять лет, будешь хлюпать, ходить в этих, в дырявых, Лешка тебе ни хрена ничего не купит. Никита вон тоже в прошлом году уже где-то к зиме, да, к Новому году сказал, или в феврале, не помню, но как-то нет, нет, по-моему, даже где-то, может быть, в январе месяце сказал о том, что у него прохудилась обувь, все порвалось. Ну, а Лешка сказал, ничего, будешь ходить в них. Вот и будешь, Светочка, ходить в них. Я вот вспоминаю Папею, когда Лешка обещал Светке купить туфли, но так и не купил. Могу себе представить, сколько Светка будет ждать от него ботинки. Да, как-то так. Ну, а Света говорит счастливо, что завтра ей никуда не надо, потому что у нее просто переутомление из-за болезни. Будет она исключительно только готовить, а, возможно, еще что-нибудь и печь. Очередной день, друзья мои, следующий очередной ролик. Все уехали в школу. Макс, как сказала Света, уже успел протопить печку. Вот вы мне объясните, пожалуйста, объясните мне кто-нибудь. Вот вы просто представьте, вы с мужем 24 на 7 находитесь дома. У вас частный дом, да? То есть вы целыми днями дома. У вас нет хозяйства, у вас нет работы, в любом случае никакой. Неужели бы вы стали заставлять своего сына, которому надо ехать на учебу, перед этим делом встать еще раньше и топить печку? Я бы не стала. Вот лично я бы не стала, если бы я сама ничего не делала, да? Если бы мы с мужем сидели бы оба дома. А здесь заставляют ребенка. Почему он должен это делать? Ведь Лешке никуда не надо. Вот сидел бы и топил бы печку, и чистил бы печку, и занимался бы делами. Ну, а Светка, Светка собралась готовить очередной кулинарный шедевр. Причем Света готовит тесто. Ну, а Даринка тут же трясет волосами над этим тестом. А затем Лешка одарил буквально Дарину телефоном. Да, вы знаете, когда Виталина просила год назад себе телефон, он сказал, а тебе еще рано, ты еще мала. То есть, а Дарина в 4,5 года уже стала взрослая. Как раз таки подросла для телефона. Но Дарине всегда все самое лучшее. Это же любимая дочь. Это старшие девчонки могут ходить в ужасных куртках. Вот Настя носит всякое старье, да. А Дарине покупается новая куртка. Хотя Дарина сидит дома, не посещает ни школу, ни детский сад, ничего. Лешка объяснил, откуда взялся вот этот вот телефон. Мол, говорит, так и так, решил я наказать Анжелку за непослушание. Раз, мол, она ничего не хочет делать, значит, пусть сидит без телефона. Знаете, с одной стороны, я могу себе представить гнев Энджи. Ну, а с другой стороны, мне интересно, а почему наказывают исключительно только детей? Светка недавно, как говорится, семью подставила по 260 тысяч рублей. Почему Светку никто ничем не наказывал? Мне просто интересно. Далее, Света продемонстрировала кексы. Первая партия, друзья мои, как всегда, подгорела. Ну, и жалуется. Она говорит, у меня появились сейчас провалы в памяти. Мне кажется, у нее они появились не сейчас, а были абсолютно всегда. Вот, насколько я их помню, сколько я их смотрю. Далее. Дарина, кстати, ведет себя ужасно. Без конца кричит, лезет, мешает съемкам. Вот ей ничего, вот знаете, мое мнение, ей нечего было дарить этот телефон, потому что у нее поведение, кстати, не лучше, чем у Анжелки. Хотя Анжелка старше. Испекли кексы, теперь говорит, надо готовить съесть. А я вот думаю, а неужели не судьба сразу приготовить еду, да, так скажем, а потом уже печь в любом случае кексы, потому что придут школьники, а у тебя, как всегда, шаром покати, ничего не готово, и ты приготовишь только на ночь, глядя какую-нибудь еду. Очередной влог, Света, глядя в окно, так ласково говорит, папочка, снег на крыше чистит. Я, мол, тоже собралась во двор убирать снег лопатой. Кстати, вторая партия кексов, слава богу, удалась, нормальная получилась, ничего не подгорело. Говорит, папочка, папочка, наточил ножи, ну, слава богу, папочка дома сидит, у папочки вообще должен дом блестеть, должен быть просто идеальным, сидя дома, да, так же, кстати, как у мамочки, должен быть везде порядок, но нет, им не до этого. А, кстати, вот мне так интересно, знаете, Светка вот гнобит детей, особенно Настю, она мужа так ласково говорит, папочка, оказывается, Светка умеет быть ласковой, да, правда, только жаль, что с папочкой, больше ни с кем. Далее, достала банку тушенки, ребят, я думала, они ее уже съели давным-давно, когда Макс приносил еще вот этот вот паек, да, когда ему выдали, а нет, оказывается, тушенка еще есть, говорит, на обед будут макароны с тушенкой, в общем, наготовила, можно подумать, такое блюдо, да, которое надо было готовить, причем там тушенки с гульки нос, на 8 человек, вот они ее даже не почувствуют, но, видимо, Светка считает, что это абсолютно нормально. Далее готовит салат, знаете, вот, ну, честно, мне так неприятно стало на это смотреть, когда Дарина ела в одно лицо свежий огурец и кладварную курицу, а почему же, а где же ваш вот этот девиз, что вы всегда все делите, да, почему другие дети, неужели они не хотят свежего огурца или отварной курицы, а Дарина хочет, все как обычно, ну, у них принято, знаете, втихаря есть все самое вкусное, пока школьники в школе, я так понимаю, далее Света постояла, помахала лопатой, ну, а обожатели в комментариях начали кричать, почему сын ничего не делает, почему Максим ничего не делает, ау, а вы чего там, совсем их ролики не смотрите, да, а почему бы ей, в принципе, не помахать лопатой, она сидит дома целыми днями, сидит, Макс вообще-то до учебы еще и печку топил, а потом придя с учебы, еще и дровами занимается, с утра до вечера, он всегда при деле, чего не скажешь о его родителях, которые сидним сидят дома, Далее, мои друзья, еще один влог, Дарина обхватила тарелку с медом, и, знаете, гребет оттуда ложкой, Светка это увидела, и как давай кричать, куда, у тебя же, говорит, аллергия, там кто-то, то ли Настя, то ли кто-то спросил, говорит, а что у нее, она говорит, да, она, говорит, покрывается красными, мол, типа этими прыщами, либо чем-то там, Настя, Настя, кстати, ест салат, задрала ноги, ну, сидит она приличнее, чем сидела до этого Анжелка на кухне, а Светка ей сразу так начала кричать, а ну опусти ноги, вот странно, когда Энжи сидела на кухне, помните, как она сидела в раскорячку, да, Светка, вот Светка все устраивала, даже замечания не сделала, а здесь надо обязательно кричать на Настю, а мне понравилось, как Света попросила Дарину поднять с пола, друзья мои, пакетик, вот этот фасовочный, да, ну, Дарина подняла этот пакетик, и благополучно его положила прямо на стол, стол к тарелкам с едой, вообще молодцы, вообще супер, представляете, с грязью с этой поднять с пола, да, пол у них, понятно, всегда грязный, и положить вот этот пакет грязный, куда он тебе этот пакет потом, мне просто интересно, Света рассказывает, что устала, я говорю, так устала, я говорю, я успела еще и Максиму помочь с заготовкой дров, вот мне просто интересно, а что, дрова нужны только Максиму, только он будет пользоваться вот этим теплом, отоплением и так далее, сто раз повторила, что надо бы себя беречь, а мне вот знаете, что интересно, а когда родители будут беречь, в конце концов, своих детей, Максим, он, кстати, не разгибается, и до учебы, и после учебы, и никто не подумал о том, что у него тоже спина болит, и что ему утром нужно вставать и идти на учебу, ну, а далее решила продемонстрировать, как Анжелка у них тоже оказывается, не просто так сидит, как они говорят, Анжела тоже делает дела, ребят, да, Анжела, не поверите, чем она занимается, она ответственная за робот-пылесос, она его запускает, ну, нормальная такая, да, здоровая деваха, все остальные действительно всегда вкалывают, а это включает, как они говорят, запускает робот-пылесос, шла бы Максиму во двор помогать, вместе с дрова, да, вот эти таскать, пилить и так далее, а то другие вкалывают, а она только булки парит, и больше, в принципе, ничего, но, видите, по мнению родителей, она что-то делает, Виталина делает гораздо в разы больше, нежели Анжела, друзья мои, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии, вот такой у меня получился обзор, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, ну, и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, пишет хорошие адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.